Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И часто этим вопросом задается сам человек Он говорит, о Аллах, как же я могу стать ближе к Тебе? О Аллах, посредством чего я могу стать ближе к Тебе? Каждый из нас желает быть близким к Аллаху Субтитры делал DimaTorzok Аллах отвечал на его дуа Чтобы когда он просил Аллаха о чем-либо, о защите, Аллах даровал ему защиту И все мы понимаем, что это возможно только по причине того, если мы будем близки к Аллаху Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля в Коране побуждает верующих к тому, чтобы они приближались к Нему Были близки к Аллаху Но человек как же сможет быть близким? Или посредством чего он сможет быть близким к Аллаху? Аллах Субханаху Ата'аля говорит в Коране Ба'ад аузи биллахи мина шайтаан и ражим Аллах говорит Я аю аль лазина аману оттагу Аллаха Вабтагу илейхи луасила Важахиду фи сабилихи лаалакум туфлиху Аллах говорит Те, которые уверовали, бойтесь Аллаха В первую очередь бойтесь Аллаха Али рады Аллаху Ана О богобоязненности и о страхе перед Аллахом сказал Богобоязненность Это Это бояться, страшиться Всевышнего В трех предложениях Али рады Аллаху Ана Объяснил, что такое богобоязненность Страшиться Аллаха Субханаху Ата'аля Довольствоваться малым И готовиться к уходу с этого мира А именно означает Совершать благие деяния Ведь человек всегда знает, что он гость и он уйдет И вот Аллах Субханаху Ата'аля говорит Те, которые уверовали, бойтесь Аллаха А затем ищите пути приближения к Аллаху Сражайтесь на пути Аллаха Возможно, вы будете счастливыми Ибн Аббас И другие муфасширы Относительно этого аята сказали Аль-Василя Или пути приближения к Аллаху Означает приближаться к Аллаху Посредством повиновения И посредством оставления запретов Каким образом человек становится ближе к Аллаху? Всякий раз, когда он Совершает Обязательную молитву Всякий раз, когда он Совершает дополнительную молитву Всякий раз, когда он Читает Кур'ан Совершая благие деяния Человек становится ближе к Аллаху И оставляя запрет Аллаха Оставляя харам Человек Также становится ближе к Аллаху В священном хадисе Аллах Субханахуа Та'аля говорит, самое любимое, чем бы ко мне, чем мог бы ко мне приблизиться мой раб, или бы он бы совершил самое лучшее деяние, любимое для меня, это мое предписание ему. И мой раб не перестанно будет приближаться ко мне до тех пор, пока я его не полюблю, Аллах говорит. Приближаться посредством дополнительных видов поклонения. Например, совершение фардов намазов пять раз, и дополнение к ним сунны до намаза и после намаза, выполнение нафили, духа и тому подобное, киям-ул-лейль. Человек таким образом приближается к Аллаху Субханахуа Та'аля ближе. Аллах говорит, он приблизится ко мне настолько близко до тех пор, пока я его не полюблю. А если я его полюблю, тогда я стану слухом, который он слышит, зрение, которым он видит, глазами, которые он видит, руки, которые он распростирает, ногами, которыми он ступает. Если он попросит меня, я ему дам. Если он попросит меня защиты, я ему дару защиту. Аллах Субханахуа Та'аля никогда не оставляет своего приближенного раба. Стану его взором, слухом. Это означает, я буду оберегать его слух. Оберегать его взор. Оберегать его руки и стопы от харама. И поэтому Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля говорит, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и приближайтесь к Аллаху Субханахуа Та'аля. Посредством благих деяний Аллах говорит, сражайтесь на его пути. Возможно, вы преуспеете. Также Аллах Субханахуа Та'аля говорит, Аллах Субханахуа Та'аля говорит, о многобожниках, которые взывают к творению Аллаха. Молят их и просят их. Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля говорит, они сами ищут пути приближения к Аллаху. Они сами желают приблизиться к Аллаху. Они желают его милости. И они желают его прощения. Боятся его наказания. Например, возьмем Иису, алейхиссалам. Что сделали христиане? Они его обожествили. Мы, мусульмане, говорим, Иису, алейхиссалам, он посланник Аллаха. Он раб Аллаха. Он его творение, но не его ребенок. Тем более, они сам не являются Господом. И люди взывают к Нему. Люди молятся Ему и поклоняются Ему. Аллах говорит, те, кому они поклоняются, они сами боятся Аллаха. Они сами желают Его милости. И ищут пути приближения к Аллаху. Иису, алейхиссалам, совершал намаз. Он давал садака. Он постился. Эти все деяния приближают Его к Аллаху. Так, как и остальных верующих. И поэтому он, подобно всем пророкам и всем посланникам, поклонялся Аллаху и искал пути приближения. И поэтому, когда люди начинают обожествлять творение Всевышнего Аллаха, неважно, это одушевленное, либо же неодушевленное, Аллах говорит, они сами нуждаются в Аллахе, и они сами боятся Его наказания. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе указал на случай троих, которые попали в пещеру. И каждому мусульманину следует знать, когда он задается вопросом, как я смогу встать ближе к Аллаху, посредством каких деяний. Следует знать, что есть деяния, либо же пути, которые приближают тебя к Аллаху, дозволенные, которые делал пророк, и на которые он указывал, саллиллаху алейхи вассалям. И есть запретный, от которого предостерегал Аллах и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Например, так, как делают это христиане, обращаются к Иисусу, чтобы Он попросил у них, за них у Аллаха. Это Аллах запретил. Но есть действия, на которые Аллах, субханаху ата'аллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И это называется Василя, либо же пути приближения к Аллаху дозволенные. Если мы посмотрим на сунну, мы увидим, что их всего лишь три. Первый поэт, посредством именами Аллаха, субханаху ата'алла, посредством дуа, Аллах, субханаху ата'алла, говорит, и просите Аллаха Его прекрасными именами. Когда человек поднимает руки и говорит, «О, Аллах, дай мне ребенка!» Посредством просит Аллаха, посредством имени Розак, и говорит, «О, Аллах, ты Розак, дай мне Розак». Человек просит у Аллаха прощения, говорит, «О, Аллах, ты гафар, прости меня. О, Аллах, ты рахман и рахим, помилуй меня». То есть, первый вид, когда человек просит Аллаха, субханаху ата'алла, посредством его имен. Ведь Аллах, субханаху ата'алла, говорит, «Взывайте к Аллаху Его прекрасными именами». Второй вид, это как посланник Аллаха, салли Аллаху алейсаляму, помилу в хадисе троих, которые остались в пещере. И пещера обрушилась, скала и камни закрыли выход из пещеры. И вот они троем остались. Они пытались выйти из пещеры, но не смогли. Тогда они сказали, «Давайте попросим Аллаха, каждый из нас сделает дуа Аллаху, чтобы Аллах освободил нас из этой пещеры». Тогда один из них поднял руки и сказал, «О, Аллах, у меня были родители пожилые, пожилые, к которым я относился благочестиво. И я не ложился спать, не кормил свою семью, пока не накормлю своих родителей. И вот однажды я заработался, что не успел подоить скотину, выдоить молоко, чтобы напоить этим молоком своих родителей. И когда я надоил молока, пришел к родителям, они уснули. И я не желал их тревожить и будить. Я с этой чашей ожидал, пока они проснутся, до наступления фаджра, до наступления рассвета. А мои дети сидели рядом и плакали, желали поесть. Я не желал кормить своих даже детей, пока они не накормлю своих родителей. «О, Аллах, если я это сделал ради Тебя, ради Твоего лика, то освободи нас отсюда». И тогда скала немного открылась. Тогда второй сказал, «О, Аллах, моя племянница была очень красива, которую я любил». В некоторых версиях говорится, я любил ее, как любят женщину. И однажды я пожелал, возжелал ее. И она не далась мне. Тогда, когда наступили у нее трудные времена, она пришла и попросила у меня денег. Я ей сказал, «Я дам тебе 120 динаров, если ты позволишь мне переспать с тобой». Из-за бедноты и из-за нужды она согласилась. Но когда я приблизился к ней, она сказала, «Побойся Аллаха и не открывай то, что тебе не по праву». Тогда я испугался тебя, оставил и не приблизился к ней. Оставил ей это золото и не сделал запретное. О, Аллах, если и это запретное, этот харам оставил ради Твоего лика, «Тогда освободи нас». И тогда скала вновь открылась, но отверстия не было достаточно, чтобы они вышли оттуда. И тогда третий сказал, «О, Аллах, у меня работали работники. Каждому я отдал его заработок, кроме одного. один не пришел за своей выручкой, за своей зарплатой. И я взял его зарплату и начал и вложил ее в дело. И когда через время, долгое время он пришел и сказал, «Отдай мне мое право», я сказал, «Вон, посмотри, огромное стадо овец и коров». Он говорит, «Это твое». Тогда этот работник говорит, «Не издевайся». Он говорит, «Нет, клянусь, Аллахом это твое». Тогда этот человек забрал все стадо и ушел, не оставив ничего. То есть он взял чужое имущество, не потратил его, не спрятал его и не просто сохранил, а приумножил. И тогда он говорит, «О, Аллах, если я это сделал ради твоего лика, я прошу тебя, у Аллаха дай, освободи нас». И тогда скала, пещера освободилась. Выход, камень упал и тогда они смогли выйти. На это указывает хадис в послании к Аллаху салаллаху алейхи вассалям. Хадис указывает на то, что можно взывать к Аллаху субханаху или приближаться к Нему посредством своих благих деяний, либо же посредством оставления запретного. И третий вид, это когда ты просишь праведника или брата, или мать, или жену, говоришь, сделай за меня дуа. Как это делали сподвижники во времена посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Известный хадис Укаша ради Аллаху когда он поднялся и сказал о посланник Аллаха попроси у Аллаха чтобы я был из 70 тысяч которые войдут в рай без отчета. Тогда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал ты из них. Встал другой и сказал о посланник Аллаха попроси у Аллаха за меня также. Тогда он сказал Укаша опередил тебя в этом. Женщина которая болела эпилепсией она пришла к посланнику Аллаха салаллаху алейхи вассалям и сказала посланник Аллаха попроси у Аллаха попроси у Аллаха чтобы Аллах избавил меня от этой болезни. Тогда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал я могу попросить Аллаха и он избавит тебя от этой болезни. Но если ты проявишь терпение ты заслужишь рай. И она сказала, о посланник Аллаха, я потерплю. Но попросил Аллаха, чтобы я когда падала в приступ, у меня аурат не открывался. Мои срамные места не открывались. И эти все виды, на которые указывает сунна посланник Аллаха, указывают, что это пути приближения к Аллаху. Посредством дуа к Аллаху и путем Его имен. Посредством своих благих деяний. И посредством просьбы живых людей, которые находятся рядом, чтобы они сделали за тебя дуа. На это указывает сунна. Просите у Аллаха, субханаху ата'аля, прощения и милосердия. Этим прощающий милосердие. Алхамду лиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля ашрафи ланбия и валмурсалин. Набина Мухаммаду аля алихи и ассахбихи аджмаин ва баад. Пути, которые ведут к Аллаху, субханаху ата'аля, либо же приближают человека к Аллаху, как мы упомянули, они есть дозволенные и есть запретные. Этот аят, в котором Аллах, субханаху ата'аля, говорит, ищите пути приближения к Аллаху, это не означает, можно делать что угодно, что нам кажется, что это приблизит нас к Аллаху. Нет. Любое дело принимается Аллахом, если оно правильное. Правильное означает, соответствует сунне посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам. Это не означает, что кто-то из нас может придумать что-то и скажет, нужно делать вот так, и это будет правильным. Нет. Если на это указывает сунна, тогда это правильно. Ведь посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам, в хадисе говорит, Молитесь так, как видели меня молящимся. Берите от меня, посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам, говорит, ваши обряды. То есть, этими словами посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам, показал нам весь ислам. Он берется из сунны и из Кур'ана. Именно то, на что указывал посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам. В хадисе, который передает Айша, ради Аллаху алейхи, посланник Аллаха, салаллаху алейхи и ассалам, сказал, Тот, кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет не принято Аллахом. Это означает, что если человек ищет пути приближения к Аллаху посредством обращения к святым, к умершим, к пророкам, к ангелам, к аулия, приходит к их могилам или же сидит дома и молит их, то это метод пути приближения, который считают люди, что это метод, он является ошибочным. Он является неправильным. Аллах, субханаху ата'али, не просто человек не приближается к нему. Аллах отвергает дуа этого человека и Аллах, субханаху ата'али, записывает ему грех. И не просто грех, а многобожие, ширк. Это самый большой и гнусный грех. Ведь Люкман, алейхиссалам, сказал своему сыну, Я, буней, ла туширик билля, инна ширка ла зульман азим. О, сынок, ни в коем случае не приобщай к Аллаху равных. Ведь это великая несправедливость. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, спросили и сказали, о посланник Аллаха, какой самый мерзкий и гнусный грех? Он сказал, это приравнивать к Аллаху равных в то время, как Он тебя сотворил. Кого-то поднимать на уровень Аллаха или обращаться к кому-либо помимо Аллаха. Как делают люди писания? Они обращаются к святым, к умершим, к иконам, к святым, которых они назвали святыми, к пророкам и тому подобное. Говоря, что мы просим у Господа или просим у Аллаха посредством них. Посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, если бы было бы это дозволено, он бы обращался через Ибрагима, через Джибрииля, алейхиссалам, к Аллаху. Но он этого не делал. Потому что Всевышний Аллах говорит, И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, и я отвечу вам. И поэтому любая мольба, в которой человек желает посредничества, либо же ищет кого-то, чтобы он его молитву донес до Аллаха, то это ошибка. В исламе нет такого. Посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, умер, никто из подвижников не пришел к его могиле, не сказал, о, посланник Аллаха, заступи за нас перед Аллахом. Никто этого не сделал. А то, что человеку кажется, что он маленький, маленький человечек, и Аллах его не слышит, а есть такие праведники, устазы, аулия, шейхи и тому подобное, которые у Аллаха имеют вес, и нужно их попросить, чтобы они попросили у Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, говорит в Коране, а когда их спросишь, почему вы взываете помимо Аллаха, они скажут, мы не взываем к ним, мы всего лишь желаем, чтобы они нас приблизили к Аллаху. Так отвечали многобожники и времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И к огромному сожалению сегодня мусульмане делают это. К огромному сожалению делают мусульмане это. Они искренне желают милости Аллаха, без сомнений, но выбрали тот путь, который их отдаляет от Аллаха, не приближает к нему. Они думают, или сравнивают Аллаха с простыми людьми, или же с творением Аллаха, либо якобы, я простой человек, не смогу достучаться до президента, до министра, мне нужны связи, мне нужны знакомые, через них я дойду. Так же и к Аллаху говорят. Это глупость. Во-первых, Аллах, субханаху ата'аля, неподобен своему творению. И Аллах говорит, Аллах ближе к тебе, чем твоя сонная артерия. Аллах говорит, взывай ко мне, и я отвечу тебе. Аллах говорит, если тебя мои рабы спросят обо мне, скажи, я близок. Я отвечаю на мольбу просящего. Аллах ни в где, ни в Куране не сказал, пусть они просят ко мне через моего Джибрииля, через Мухаммада, через Ибрагима, пусть просят у меня через святых. Аллах не сказал это. А Аллах сказал в Куране, сколько же ангелов на небесах, чье заступничество не будет принято. Сколько же этих ангелов на небесах, чье заступничество будет не принято. Только с позволения Всевышнего Аллаха. И поэтому искать пути приближения к Аллаху следует знать, что следует делать только то, на что есть указания в судне. А иначе человек, более того, отдалится от Аллаха. Проравнится к Аллаху равных его молитва. Его дуа будет не принята. И самое страшное, когда он придет перед Аллахом в судный день к Аллаху, Аллах его оставит, и его многобожие. Аллах говорит, я не нуждаюсь в ваших сотоварищах, Аллах говорит. Я оставлю вас и те, кому вы приравнивали меня. И поэтому человек должен сохранить свою религию. Человек должен сохранить единобожие. Ведь ради этого были посланы все пророки и посланники. Для того, чтобы научить каждого из нас не брать себе 99 посредников. А напрямую обращаться к Аллаху. В исламе нет того, чтобы Аллах простил тебя, нужно прийти имаму заплатить, имама попросить. Нету этого. Ты сиди в своем доме, молись в своем доме, и Аллах тебя услышит так же, как в любом другом месте. Оберегайте свою религию. Оберегайте свой иман. Ведь это самое ценное, что есть у вас. Самое ценное, что есть у нас. В этом мире самое ценное – это иман. Это вера. Я прошу Аллаха, субханахуа та'аля, простить нам наши грехи, явные и тайные. Просите у Аллаха прощения, твое прощающее и милосердие. Субтитры создавал DimaTorzok